МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Дорога для Карцева. Мы получили официальный ответ от городской мэрии. Нулевой рейтинг. Чего хотят политологи от Павла Малкова? Ищите папоротник. В День Ивана Купалы вспоминаем Иоанна Предтеча. К нам в редакцию пришел официальный ответ на запрос по ситуации в поселке Карцево. Напомним, по единственной местной дороге. Ежедневно проезжают большегрузы сразу к двум заводам. Поэтому дорога разбита, вся в холмах и выбойнах. Чего как разъезжаться-то будем? На видео? Да. Первая и основная жалоба жителей Карцева – это ширина дорожной полосы. Говоря проще, соответствует ли она нормативным показателям? Потому что две машины здесь, по словам жителей, разъехаться не могут. С этим и был связан первый вопрос. Ответ прост. Выясняют. Дирекция благоустройства города заключила муниципальный контракт на обследование и оценку технического состояния автодорог в Рязани. А так как дорога в Карцево – это Октябрьский район, то обследование будет комплексным. Его обещают завершить до 1 ноября. Потом наверняка понадобится время на анализ и вынесение вердикта. Так что до конца года жители Карцево точно будут знать, соответствует ли ширина дороги нормативам. Пока же придется потерпеть. Жаловались люди и на выбойны. В ответе администрации есть и про них. Но о местном ремонте люди говорили и раньше. И добавляли, что заплатки эти держались до первых большегрузов. С периодичностью проходит работа, идет мелкое засыпание, грунта, гравия какого-то. Но он под таким большегрузом, вот идет, например, машина, она вся разбивается. Это надолго не хватает. Опять же мы сбываем погодные условия, что все размывается, снега. А вот что действительно поможет, считают жители Карцево, так это дублирующая дорога или светофор. И для жителей есть хорошая новость. Появление трехглазого регулировщика здесь вполне реально. По крайней мере в предварительный план установка включена. И даже эта возможность уже хорошая новость. Чего не скажешь о дублирующей дороге. По действующей редакции муниципальной программы ее наличие не предусмотрено. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенко в своем телеграм-канале опубликовал рейтинг готовности губернаторов к предстоящим выборам. Павел Малков пока что его замыкает. Сразу скажем, мы не склонны доверять всем рейтингам подряд. Часто их используют как инструмент манипуляции, но в данном конкретном случае нам кажется, что при составлении списка политологи опирались на субъективное мнение тех же местных телеграм-каналов. Чувствуется банальная информационная скудость. Первый стрим Павла Малкова с жителями области в этом смысле на некоторые вопросы ответил. Например, по стратегии развития региона и по ключевой на сегодня отрасли здравоохранения. Политические рейтинги – это всегда дело неблагодарное. Иногда их еще сравнивают с дышлом, которое можно поворачивать как захочется. Цепляться за слова – это тоже из арсенала политологов. Одна из претензий Павлу Малкову на вчерашнем стриме звучала так. Вы же обещали президенту предоставить план экономического развития Рязанской области. Где он? На что в Рио губернатор очень спокойно и рассудительно ответил. Направление известно, что с ними делать тоже. Здесь у нас три кита, на которых базируется, на которых основана вся экономика области. Первый – это агропромышленный комплекс. В нашей области он достаточно развит, очень неплохой задел, много сильных хозяйств. И сейчас нужно просто вот эту работу еще больше по развитию агропромышленного комплекса, еще больше усиливать, наращивать. Уже состоялось большое количество очень продуктивных встреч с сообществом, с руководителями этих предприятий. Есть предложения, которые мы уже начинаем реализовывать, меры поддержки, организации работы и прочее. А лозунг или как цель у нас можно сформулировать общую, как то, что каждый клочок земли в области должен обрабатываться и должен работать. Второй кит тоже очевиден. Это промышленность, фармакология и оборонка – те самые точки роста. Привлекательность для инвесторов сегодня – это не какие-то финансовые преференции. Главное – минимизация бюрократических проволочек. С ними в области перебор. А вот на чем нужно заострить внимание, так это на здравоохранении. Здравоохранение в ужасном состоянии. Система здравоохранения, организация здравоохранения не работает. При этом все держится, и вот низкий поклон врачам, которые обеспечивают работу и оказывают, продолжают оказывать медицинскую помощь жителям области. Но с точки зрения здравоохранения у меня огромные вопросы, огромные. От начала до конца. То есть системного взгляда у нас на систему здравоохранения нету, не существует. От профилактики, выявления заболеваний, от оказания экстренной помощи, от маршрутизации пациентов, понимания, кого мы лечим в регионе, а кого мы направляем в другие регионы лечиться, как у нас выстроена реабилитация и прочее, прочее. Вот этого стратегического видения нет. Свита, как известно, определяет короля. Наследие чиновников Малковы досталось, очевидно, не самое яркое. Действительно, внутренняя политика в каком-то анабиозе. Низкая официальная поддержка спецоперации на Украине, включая практически полное отсутствие информации об отправке гуманитарки. Малое количество общественных праздников. И здесь комнатные политологи в чем-то, наверное, правы, когда требуют от Малкова помахать шашкой и уволить всех подчистую. Впрочем, к формированию своей команды руководитель региона решил подходить взвешенно. Первое назначение Артема Бранова уже состоялось. И, похоже, долгосрочная перспектива работы сегодня для Павла Малкова имеет большее значение, чем какие-то рейтинги. Раз уж мы начали про рейтинги, то вот вам еще один. Рязанская область заняла 12-е место по продажам путевок в санатории на это лето. Ну, хотя бы тут, на уровне. Что же касается самой туристической отрасли, то здесь при всей масштабности исторических и памятных мест дела как-то не очень. Герман Гущин оценил масштабы бедствия. Для Рязани современный внутренний туризм пока что вершина недостижимая. Сегодня просто поводить туристов по памятным полуразрушенным местам уже мало. Нужна инфраструктура. А ее в области, по сути, нет. Об этом же говорил на своем первом общественном стриме в Рио губернатора Павел Малков. От сбора информации пора уже переходить к активным действиям. У нас совершенно невероятная земля, очень богатая культура, история, огромное количество интереснейших объектов. Но здесь надо признать, что мы серьезно недорабатываем в этом направлении. Есть много всего, к чему с удовольствием приедут туристы, но инфраструктура оставляет желать много лучшего. Туристическая инфраструктура. Поэтому сейчас мы разрабатываем такие планы, инвестиционные туристические паспорта на каждый из интересных объектов. И будем привлекать инвесторов, будем работать по всем направлениям. Я надеюсь, что где-то уже к осени мы сможем организовать такую ярмарку для инвесторов в сфере туризма, представить им все наши объекты и уже понять четкий план, как мы дальше развиваем это направление. По количеству исторических мест Рязанская область, безусловно, во главе импровизированного рейтинга. Вот только мало кто сюда едет намеренно. Понятно, что есть Константинова. Понятно, что есть Кремль. Но на этом, пожалуй, все. По словам экскурсовода Ксении Поначевой, летом путешественников привлекают места отдыха с водоемами и лесами. Естественно, Константинова. Сейчас особенно приятно, конечно, в такую погоду посидеть на высоком берегу, в травке отдохнуть, насладиться свежим воздухом. Это, да, самый, наверное, такой популярный маршрут. Ну и, конечно, маршруты, которые связаны так или иначе с Мещерой, с Рязанской. Потому что, безусловно, этот лесной массив очень популярен у отдыхающих. Хотя бы потому, что там действительно чистый воздух, озера чистые, что немаловажно, реки. То есть, конечно, в ту сторону тоже очень много людей едет. Ну, благо, там есть где остановиться, разные турбазы и так далее. Но и вокруг тоже очень много интересных мест, если мы говорим про культурно-познавательный туризм. А что сегодня в этом плане может предложить сама Рязань? Облагороженных водоемов в городе раз-два и обчелся. Даже обычный ремонт набережной у Рязанского Кремля – история долгоиграющая. К сожалению, к большому у нас в Рязани есть проблема с водоемами. Потому что в такую жару, конечно, было бы здорово где-то на берегу реки посидеть, на набережной пройти, где-нибудь в тенечке. Но у нас с реками действительно проблема в Рязани. Мы, конечно, очень надеемся на то, что все-таки будут приводить в порядок территорию вокруг Кремля, в том числе набережную. Надеемся, что в скором будущем возможность такая будет – погулять именно по набережной, посидеть на набережной. Но пока сейчас, наверное, спасаться от жары, если только у фонтанов. А еще отрасли катастрофически не хватает информационного сопровождения. Например, элементарных карт или путеводителей. При этом областной туристический информационный центр вроде как есть. Но его функционал пока что незрим и непонятен. Больше сотни автомобилистов, по данным Банка России, решили реструктуризировать свои долги. Закон о кредитных каникулах это позволяет. Да и к тому же у него много преимуществ. Например, снижение ставки. 118 рязанских водителей решили свой кредит реструктурировать. Речь идет именно об автокредитах. Так, с марта по июль автовладельцы переоформили договора почти на 60 миллионов рублей. Закон о реструктуризации – это все те же меры господдержки. И снизить свою процентную ставку мог практически кто угодно. Можно было реструктурировать кредиты в случае, если вы соблюдаете следующие условия. Если ваш доход упал более чем на 30 процентов, если сумма кредитного договора заключенного соответствует условиям по закону. От 100 тысяч по кредитной карте до 3 миллионов по ипотеке. Одно из главных условий – это дата заключения договора до 1 марта. Тогда договор можно переоформить. Если на бумагах стоят нужные цифры, то можно даже на кредитные каникулы уйти. Особенно, если кредитов несколько. Так, за три месяца этого года банки предоставили такие каникулы почти по 400 заявкам на общую сумму почти 200 миллионов рублей. Если же дата на документах уже не мартовская, то выход все равно есть. На реструктуризацию попасть можно. Если вы придете по программе банка, все кредитные организации им рекомендованы, Банком России, идти навстречу заемщикам в случае ухудшения их финансового положения. И кредитные организации охотно этим принципам следуют, потому что им выгоднее продолжать, чтобы человек продолжал обслуживать кредит. Здесь могут быть уже разные изменения. Как изменение ставки, так и изменение срока обслуживания. Такие заявки, кстати, тоже были. Если вести отчет с марта, то договоров с измененными условиями будет чуть больше 1900 на 800 миллионов рублей. Большая часть обращений, 60%, была по потребительским кредитам. По кредитным меньше третия. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». Один из любимейших народных праздников, который приходится на самый разгар лета, Рождество Иоанна Предтечи в народном сознании Ивана Купалы приходится на 7 июля. Интересный образец иконы святого хранится в художественном музее. О лике, а также приметах и традициях прошлого Марина Романюк. Иоанн Креститель известный также как Предтеча – знаковая фигура как в религии, так и в народной культуре. Согласно писанию, именно он крестил Христа. Рождество Иоанна Предтечи в картине мира православного человека – событие ритуальное. Сюжету посвящено немало икон. И одна из них древняя и тем еще более впечатляющая представлена в постоянной экспозиции художественного музея. Это удивительная икона. Действительно, посмотрите, какой тонкий колорит. Плавные линии и утонченность пропорции фигуры позволяют нам отнести авторство к московской иконописной школе. Изображенная на иконе 16 века секира напоминает об одной из проповедей Предтечи. Всякое древо, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Чаша с головой Иоанна Крестителя – предзнаменование его земного пути. Известно, что святой был казнен, ему отрубили голову. Именно этот сюжет встречается в иконописи гораздо чаще. Его мы видим, например, на иконе, датированной 17 веком. Находимся мы у картины, написанной Венчинцем Хатеном. Это современник великого Рафаэля. 16 век. Святое семейство. Традиционная сюжетная линия, когда святое семейство представляет Иисуса Христа, его мать Марию и ее мужа Иосифа. Но здесь, вы видите, еще присутствует изображение младенца Иоанна Крестителя. Трактовка сюжета такова. Пока после бегства в Египет святое семейство Иисус, Мария и Христос отдыхают на берегах Нила, по преданию Иоанна перенесли из пустыни туда ангелом. В дохристианской традиции славяне отмечали в этот день другой праздник. В честь божества летнего солнца Купалы. Макушка лета – самый расцвет природы. Урожай собирать еще рано, а вот радоваться и прославлять по славянским верованиям причину жизни на планете Солнце – время самое подходящее. Во все времена праздновали широко и красиво, соблюдая волшебные обычаи. Плели венки, пускали их по воде, прыгали через костры, водили хороводы. А еще искали цветущий папоротник для исполнения желаний. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В честь двухсотлетия образования пожарной охраны Рязанского края спасатели запустили в прокат цикл фильмов-воспоминаний. Ветераны пожарной охраны рассказывают об истории развития. Дело вспоминают значимые даты и называют имена выдающихся людей. В руках у ветерана пожарной охраны Сергея Ионова фотография пожара-катастрофы 1972 года. Огонь бушует на тогда еще новеньком нефтеперерабатывающем заводе. Молния попала в подземный резервуар. Тогда объем такой, с позволения сказать бочки, составлял 10 тысяч квадратных метров. Пламя тушили несколько суток. Притом инновационными на тот момент способами. Поставлялись сюда пенообразователи. Он только-только-только-только в воздушно-механической пене только-только стала применяться для тушения пожаров. И практически заводы, которые выпускали пенообразователи, они работали на тушение этого пожара. Руководство Министерства многих дел Союза СССР было здесь, на этом пожаре. Ну, главное управление пожарной охраны МВД СССР было на этом пожаре. В том же 1972-м новая беда – торфяные пожары. Начался он, что неудивительно, с торфоразработок. Огонь двигался в сторону населенных пунктов. И пусть стихии также присвоили статус пожарокатастрофы, ни один населенный пункт не пострадал, ни один человек не погиб. Пожар на Рязанском шпалопропыточном заводе, а шпалопропыточный завод был предприятен стратегически. Вот чтобы так было более-менее видно, вот это горечная беда шпала. Это неукротимый огонь, это неукротимый жар. Вот, и вот еще один снимок этого пожара. И были вынуждены, из-за того, что силы средств было недостаточно, военные училища привлекались для тушения пожара, рабочие заводы привлекались для тушения пожара. В цикле фильмов-воспоминаний от регионального МЧС история рязанских огнеборцев, начиная с истоков. Это когда в Рязани жили 38 тысяч человек, границы города укладывались в современный от театральный до военного клинического госпиталя, а на дворе стоял 1914 год. С первых пожарных, которые тогда именовались огнегасителями, до пожаров-катастроф 70-х, с фильмами можно ознакомиться и лично в региональной группе МЧС. Там же следить за обновлениями. Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова